Перейдем в начало. И в начале укажем координаты 10, 10. Через одну секунду x у нас будет по горизонтали тот же самый, а y по вертикали будет 350. Чтобы не доставало 10 до вертикали. Зайдем в setEasing, укажем синусидальную зависимость in-out. Теперь изменим окончание действия reverse. И создадим клип. Клип состоящий из шарика, который колеблется у нас. Меняя свою координату y по синусидальному закону от времени. Если начальное положение у него 1, теперь у нас клип рассматривается. Поэтому точка регистрации имеет координату y не 10, как было в начале, а 273. Потом мы сюда переводим бегунок на ленте времени на 10 секунд. И указываем x координату 640 всего. Мы укажем 630, чтобы у нас даже немножко больше. Давайте сделаем 650, чтобы у нас шарик вылез на пределы экрана. И посмотрим, что получается. Шарик, как лучик осциллографа, пробегает по синусоиде вверх-вниз. С постоянной скоростью движется по горизонтали. Скопируем этот шарик. И через каждые 0,1 секунду пройдем такую операцию Paste in Place. Чуть больше периода у нас получилось. Попробуем теперь сделать такую вещь. Значит, все это у нас кончилось на 2 секундах. Придерживая кнопку Shift, выделим в инспекторе слоев все слои, кроме самого первого, группа 1. И скопируем их. Давайте мы их сгруппируем. И может быть для расчета требуется какое-то время. Поэтому здесь не надо быстро нажимать много раз на кнопку. Выделение у нас не снимается. Идет какой-то расчет. Вот образовалась группа 2. Мы ее скопируем. И на момент времени 2 и 1 мы применим ту же самую операцию. Там, где у нас будет 4,1. Потом 12,1. Включим перемотку назад и запускаем на воспроизведение. Каждой 1,1 секунды появляется новый шарик, который движется по той же там самой траектории. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...